Всем привет! Сегодня выясним, как сделать диетическую еду вкусной, оставаться незамеченным спецслужбами и улучшить ядерный реактор. Подробности далее. Вкусовые предпочтения человека, а также его представления о калорийности пищи во многом зависят от цвета продуктов питания, выяснили ученые из Международной школы перспективных исследований в итальянском Тресте. Это значит, что сделать диетическую еду более желанной можно всего лишь с помощью ее окрашивания. Ученые полагают, что полученные ими результаты могут быть использованы в таких направлениях, как маркетинг продуктов питания, лечение расстройств пищевого поведения. Чтобы подтолкнуть людей, есть менее калорийную пищу, для чего потребуются лишь красители, среди которых есть множество натуральных. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего показали, что изучение проб следов в виде микробов и молекул химических веществ только лишь с экрана мобильного телефона позволяют составить подробный портрет человека и его образа жизни, в том числе такие черты, как диета, предпочитаемые продукты гигиены, состояние здоровья и часто посещаемые места. Впрочем, идентифицировать человека на 100%, как по отпечаткам пальцев, химический анализ пока не позволяет. Тем не менее, этот метод может использоваться в других сферах. Например, врачи могли бы узнавать, насколько хорошо пациент соблюдает режим. А людей, участвующих в клинических испытаниях, можно разделить на подгруппы, основанные на том, как они усваивают лекарства. Физики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предложили способ улучшения работы токамака, одной из моделей термоядерного реактора. Плазма в токамаке удерживается не стенками камеры, а магнитным полем, потому что современные материалы не способны выдерживать необходимую для термоядерных реакций температуру. Однако при работе токамака выделяемая энергия все равно попадает на внутренние стенки реактора, которые из-за этого повреждаются и разрушаются. Для решения этой проблемы ученые из ПБПУ предложили вдобавлять в дивертор устройство для поддержания нужной температуры плазмы определенные примеси, не позволяющие потокам энергии попадать на стенки установки, тем самым повышая устойчивость реактора к износу. Это были самые интересные новости науки на сегодня. Пока-пока!